Привет дорогие друзья! Сегодня я специально для вас подготовил список из 10 крутых одиночных игр для ПК, которые точно захватят ваше внимание и поглотят ваше время. Если вы готовы к интересному геймплею, удивительным сюжетам и захватывающей атмосфере, то давайте начнём! Warhammer 40 000 Road Trader – это классическая ролевая игра, которая переносит вас в фэнтезийную вселенную. Играйте в роли вольного торговца, унаследовавшего от своих предков обширный бизнес целой династии. Вы станете частью захватывающего, но в то же время довольно опасного путешествия по далёким землям. Куда человечество старается не заходить. Основная цель – открывать новые места и страны для торговли, тем самым расширяя круг победителей и повышая эффективность переданного вам бизнеса. Многие из раз и цивилизации, которые встретятся на вашем пути, будут вполне дружелюбны, но будут и такие, которые станут вашим главным врагом. Это говорит о том, что очень важно проявлять стратегические навыки, действовать осознанно, подключать при этом хитрость и смекалку. Графика игры завораживает реалистичностью и точностью проработки, а потому вы станете полноценным участником этого незабываемого приключения. Ready or Not – это шутер, в котором игрок может принять участие в тактических сражениях в режиме шутера от первого лица. В игре нужно научиться управлять целой командой элитных солдат, которые должны решать различные задачи и выполнять приказы сверху. Основные события происходят в современное время. Местом действия выбрана Америка. Однако в определенный период она подверглась полному хаосу, причиной которого стало классовое неравенство. Чтобы исправить эту ситуацию, вам нужно собрать команду и пройти игру в режиме совместного прохождения. Этот режим поддерживает одновременно 8 пользователей. Вам предстоит не только научиться управлять своим оружием, но и всей командой, чтобы помочь офицерам разобраться во всем этом хаосе. Как справиться с хаосом зависит от усмотрения командира. Вы можете участвовать в кампании, разрабатывая конкретную стратегию или выполнять миссии и наблюдать за их последствиями в прямом эфире. У главнокомандующих есть возможность использовать различные интересные виды оружия, такие как щиты, лестницы и все остальное, что поможет полностью раскрыть потенциал тактики. Обычные солдаты могут получить в свое распоряжение снайперские винтовки, а также возможность обсуждать с людьми причины их недовольства. Anno 1800 это симулятор стратегии, в котором вы сможете изменить облик всего мира своими собственными усилиями. Вы вступите в индустриальную эпоху, в течение которой вам предстоит построить и развить собственную империю. До определенной степени ваша территория может существовать в изоляции от всего мира, но затем вам придется выйти на международную арену. Ваше правило не ограничивается и вам предоставляется полная свобода передвижения. Развивайте свою экономику и повышайте уровень жизни своего города. Стройте фабрики, заводы, добывайте ресурсы и производите необходимые материалы. Вы можете вести переговоры или войну с соседями, использовать свои политические рычаги и участвовать в глобальных интригах и заговорах, чтобы увеличить свое богатство. Внимательно следите за наукой и технологиями, поскольку в нынешнюю эпоху в этих областях произошел стремительный прорыв. Продолжайте двигать технологическую революцию, идите в ногу с инновациями, добивайтесь преимущества над конкурентами и помните, что все, что вы делаете, оказывает большое влияние на мир в целом. Doom Eternal – это не новая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Вы возьмете на себя роль палача Рока, древнего воина-демона. Эта игра разделена на отдельные уровни, где вы найдете научно-фантастические и фэнтезийные темы. Помимо обычной механики перемещения по уровням, персонаж способен карабкаться по отдельным стенам, делать уклонения и притягивать врагов с помощью большого захватного крюка. В этой игре есть много оружия, а также боеприпасов. Персонаж имеет запас брони и здоровья, который, конечно же, уменьшается по мере получения урона. Здоровье и броня здесь собираются на разных уровнях, а также могут быть получены от врагов, которых вы уничтожаете. В нем также есть механика невероятных зрелищных возмездий против различных демонических врагов. Стоит отметить, что враги обладают атаками как ближнего, так и дальнего боя, и будут наносить главному герою большой урон. У демонов разное количество жизни, они могут уворачиваться от ваших атак, подниматься на разную высоту, проходить через препятствия и даже летать. Все это делает сражения более зрелищными и напряженными. Sea of Stars. Динамичное путешествие в мир ролевых приключений, окутанных стилистикой классических игр 90-х годов. Пробуждение повелителя плоти подняло темные тени над миром, грозя уничтожению всего живого на земле. Однако среди этой угрозы светит надежда. Двое детей, несущих в себе силу солнца и луны. Они обладают необычным могуществом и становятся последней опорой для людей в этой борьбе. На их плечи ложится миссия спасения всего живого. В этом странном новом мире твоими противниками станут зловещие потусторонние силы, готовые предпринять любые усилия, чтобы сокрушить надежду на спасение. Твоя сила – это сила солнца и луны, а твое оружие – это затмение, способное обратить силу тьмы против врагов. Твои навыки будут расти, с каждым шагом приближая тебя к силам повелителя плоти. Твоя цель – одолеть могучих боссов и разгадать тайны этого мира. Но чтобы предотвратить катастрофу, тебе придется пройти множество испытаний. Игра украшена пошаговой системой боев, позволяющих тебе строить уникальные стратегии для разных видов противников. Ты будешь исследовать этот мир, искать слабости врагов и разрабатывать тактики для победы. SnowRunner – игровой проект, возработанный в жанре симулятора вождения, где ты отправляешься в максимально опасный мир и будешь бороться за жизнь головного героя в самых экстремальных условиях. Приключение обещает быть максимально динамичным, поэтому скучать тебе тут точно не придется. Возьмись за исполнение роли профессионального водителя огромного грузовика, который берется за выполнение очень важной и ответственной миссии. Ты будешь посещать труднодоступные территории, правильно организовать поездки, продумывать стратегический план действия и стараться доставить груз до места назначения. Главная опасность – это бездорожье, по которому тебе предстоит передвигаться в условиях переменчивой погоды и столкнуться с другими преградами на пути следования. Событие отправит тебя на просторы довольно большого мира, где как раз бушует зимний период, что усложнит задачу вашего водителя в несколько раз. Из особенностей игры стоит отметить отличную визуальную составляющую, которая максимально реалистична и позволит тебе с головой окунуться в эту захватывающую атмосферу. Planet Zoo – это игра просмотрителя зоопарка, где вам придется активно развивать свой парк развлечений. Вам также придется решать логические и экономические вопросы. Постройте и управляйте самым большим зоопарком в мире. Создайте уникальные места обитания для своих животных. Важно принимать единственное правильное решение и заботиться о своих питомцев. В режиме сюжетной кампании вы сможете посетить всевозможные зоны, предлагающие уникальные условия. В режиме песочницы вы будете активно использовать свое воображение. В результате получится совершенно уникальный зоопарк. Вы будете управлять этим живым, дышащим миром, который четко реагирует на все ваши решения. Вы должны сосредоточиться на главном и выполнять самые важные задачи. Здесь нужно поразить воображение каждого посетителя необычными экспозициями. Также продолжать развивать зоопарк и активно использовать современные направления исследований, чтобы вернуть животных в дикую природу. Не ограничивайте свое воображение. Создайте лучший зоопарк из возможных. От каждого вашего решения зависит жизнь животных и всех посетителей зоопарка. Age of Wanderers 4 – это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической ролевой игры. Она переносит нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы можем играть важную роль. Роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создашь уникальную расу и будешь стремиться развивать ее в лучшую сторону. Как лидер ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится все сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать желания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является ее визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Sniper Elite 5 – это очередной тактический шутер от первого лица из одноименной серии. Главным героем вновь выступает Карл Фрейбен. Умелый тактик, способный справиться с любым врагом на любом расстоянии, ну или почти на любом расстоянии. Он продолжает бить нацистов во время Второй мировой войны. На этот раз командование закидывает главного героя на французское побережье. Американские рейнджеры выполняют секретную операцию по ослаблению укреплений Атлантического вала. Здесь им предстоит испытать немало трудностей. В том числе, операции будет мешать французское сопротивление. В ходе своих действий рейнджеры узнают о секретном проекте гитлеровской Германии. Проект носит название Кракен и при удачном его воплощении нацисты смогут завершить эту войну в свою пользу до того, как союзники прибудут в Европу. Система передвижения в игре усовершенствована по сравнению с предыдущими частями серии. Прорисованное до мельчайших подробностей окружение приятно удивит каждого. Что касается улучшения чисто практической части, то здесь расширены возможности по настройке всех видов оружия, обмундирования и самого персонажа. Дополнительный бонус – улучшенная X-Ray камера, позволяющая еще в совершении убивать врагов. Lies of Pi – это хардкордная игра в жанре актен РПГ, которая наследует многие идеи из серии Souls. Прежде всего, это мрачный мир, сложный игровой процесс и битвы с боссами, способные бросить серьезный вызов любому геймеру. Сюжетно, эта игра показывает собственную версию сказки о Пиноккио, только в отличии от оригинала, это не добрая история о деревянном мальчике, который мечтает стать настоящим. Это нечто намного более сложное и куда более мрачное. Играть предстоит за взрослую версию этого персонажа – мужчина в образе марионетки, который путешествует по мрачному городу. Этот мегаполис XIX века погрузился в хаос и анархию. Кругом множество безумных врагов, жаждущих уничтожения друг друга. Главный герой же остается верен своей мечте, он всеми силами пытается найти способ стать настоящим человеком. Игрокам же предстоит исследовать большие локации со свободным перемещением, где полно секретных мест и ловушек. Кроме того, есть жестокие битвы от третьего лица, где схватка даже с рядовым врагом может стать последней. Не говоря уже о жестоких боссах. Боевая система включает использование разных типов ударов и оружия, использование огнестрела, а также перекатов, блоков и уклонов. Вот мы и подошли к концу моего списка 10 крутых одиночных игр для ПК. Надеюсь, что вы найдете себе что-то по вкусу и проведете незабываемое время за некоторыми из этих игр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски игр. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова